Гордые строки о достижениях вреднейшего с точки зрения воздействия на атмосферу города предприятия появились сегодня. А, например, во вторник жители Песочни все телефоны в нашей редакции, что называется, оборвали. Всю ночь, даже утро, сернистый дух со стороны завода был особенно силен, вышибал слезу, не давал дышать и голову туманил. В общем, все как в романсе, только с огромным знаком минус. Не мы и могут возопить специалисты нефтезавода, это другие источники дашки травят. Однако, не раз в прессе проходили данные вполне официальные, что выбросы идут как раз с нефтезавода. Это самый главный загрязнитель воздуха в Рязани. Причем, кажется, нефтяным магнатам никто не указ. Например, как известно, в этом сентябре в Москве состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Рязанской области и Роснефтью, в чью систему как раз и входит Рязанский нефтезавод. Губернатор Олег Ковалев и президент Роснефти Игорь Сечин поставили подписи под документом, который, в частности, гласит стороны обязуются сосредоточить усилия на реализации высокоэффективных проектов, включая инвестиционные и экологические, предлагающие использование современных технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов. Тогда Олег Ковалев особо подчеркнул, очень важно, что будет проведена серьезная реконструкция биологических очистных сооружений на нефтезаводе. Ранее Рязанский губернатор не раз касался нефтезаводской, так сказать, дурно пахнущей темы. Например, в этом июне на заседании правительства Рязанской области он сообщил, что в последнее время увеличилось количество обращений по поводу выбросов в атмосферу с нефтезавода. Мне, сказал тогда губернатор, как и всем горожанам, не нравится такая позиция. В этой ситуации я полностью на стороне жителей города. Каким бы крупным ни было предприятие, сколько бы оно ни платило налогов, вопросы экологической безопасности должны стоять на первом месте и защита окружающей среды обеспечиваться в первую очередь. Были обращения региональной власти к руководителям федеральных и региональных служб экологического надзора с просьбой обратить особое внимание на соблюдение нефтезаводом, экологических норм и жестко реагировать на каждое нарушение. Однако ни народные жалобы, ни праведный губернаторский гнев, ни даже подписание соглашений с участием Сечина, бога и царя Роснефти, не повлияло на деятелей Рязанского нефтезавода. И на фоне отвратительного запаха в жилых кварталах, опубликованный зачем-то парадный отчет предприятий выглядит как-то особенно надменно, если не сказать более.